Всем привет! Давно мы с вами не виделись. Я вижу свет. Мешает? Нет? Ну, выключу, будет темно. Главный свет включать не хочу. Посидим так. Я думаю, хорошо меня видно. У нас сегодня что? Среда. В Калининграде паспортная погода. Небо затянуто. Серое небо. Влажность высокая. Ну, такая настоящая осень в Калининграде. Дождливая погода стоит. За эти полгода моего отсутствия на канале у меня скопилось много работ. Я вязала и спицами, и крючком. Вот готова потихонечку вам их показывать. Буду снимать видео. Такие небольшие, коротенькие. Постепенно, постепенно вам хочу все показать, что я связала. И первое, что я вам покажу сегодня, это свитер. Такой сборная солянка. Можно сказать, утилизация остатков. Двух зайцев убила и утеплила ребенка на зиму. Ну, и потратила кусочки, вот эти вот остатки, моточки пряжи. При вязании этого свитера использовала я 3 ниточки. В 3 нитки вязала. Это пух кашемира. Это пух яка. Такой серый цвет он дает. Кашемир бежевый и кашемир зеленый, что ли. Зеленый такой, салатовый оттенок. Вот. Начинала я с горла сверху. Вязала. Спицы тройка. Это свитер для ребенка, младшего моего связан, которому 5 лет. Но он великоват, 5-6 лет. Вот к 6 годам, думаю, будет как раз. Но сейчас он тоже его будет носить. Будем подворачивать рукава. Будем подворачивать горло, горловину. Вообще задумывалась, что горло будет подворачиваться в один раз. Такое длинное получилось. Максимально я хотела вывязать пряжу. Потратить. Так в 2 раза. Будем подворачивать. Для начала рукава в один раз. Ну смотрите. Сейчас покажу нитки. Изначально я не участвовал в процессе. Это был кашемир двух видов. Один у меня закончился полностью. Вот это такой бежевый. Кашемир от Сарнак у меня был. В остатках. И вот такой кашемир. Еще он остался. Его я покупала здесь в магазине в Калининграде. Вот он. Еще 14,50 стоил. 100 грамм 860 метров. Хотела извязать его полностью. Но все-таки все равно остался. Немножечко потом куда-нибудь применю в другой работе. Вот кашемир сарлак бежевого цвета. Натуральный, неокрашенный. Второй был цвет. Вторая нитка закончился полностью. И пришлось добавить пух-яка ниточку. Покажу вот эту. У меня бобинка была 500 грамм. Вяжу я перчатки с этого яка. Сейчас дочери. И до этого вязала тоже такая бобинка. Никак не хочет заканчиваться. 500 грамм. Тоненькая ниточка. Ну, я ее разматываю в 3-4 сложения. Нужно вязать. Вот. Это светло-серый як. 500 грамм был. Як. Сарлак. Фирма. Вот, в общем-то, вот такой свитерок. Простой, реглан. Но очень теплый, очень пушистый. Вот здесь у меня стал заканчиваться кашемир бежевого цвета. Я потихоньку добавляла. Раз, два, три, наверное, в 4 нити даже я вязала. Был кашемир зеленый в одну нить использован. И три нити изначально от сарлак кашемиру. А потом, да, он стал заканчиваться. И я добавляла сначала одну нить яка, пухо-яка. Потом две нити. И две таких были. В общем, я уже не помню. Не вчера закончила эту работу. Но не суть важно, сколько тут нитей. Вот я показала вам, из какой пряжи я вязала. На четыре года будет большой. Пять, шесть и даже семь лет. Возраст ребенка. Который может носить для четырех, для пяти, шести, семилетнего ребенка. Вот он такой теплый, большой получился. Мне нравится. Широкие рукава. Закрутиться, замотаться. В холодной погоде промозглой. Для поездок на море, зимой. Для прогулок в набережной Калининградской области. Самое оно. Самое то. Вышло. Ну, это первая работа. Да, а что хотел сказать. Перебирала я зимние вещи на днях. Точнее, какие вещи. Вязаные вещи у детей. Смотрела, что нужно достать. Приготовить для использования. Что уже мало убрать подальше. И вот ребенок у меня, младший, увидел свой свитерок. Который я ему вязала. Давно-давно ему, годика два-три было. Вот он. Это знаете, что за пряжа? Это Ленг. Здесь от Ленг, по-моему. Як от Ленга. Это швейцарская фирма. Очень хорошая пряжа у них. И здесь меринос в составе. И пух яка. И он его увидел. Я его, знаете, как? Я его сначала связала без горловины. Он был такой вот. Пряжа осталась. Он его поносил. Вырос. Я довязала горловину. Довязала низ. Потому что я покупала несколько мотков. И мне хватило изначально на свитерок и на шапку. Потом эту шапку распустила. Довязала низ. Довязала горло. Ну вот он его увидел. Вспомнил, что он у него такой был. Мама, я буду его носить. Вот этот я сейчас не хочу носить. Хотя пряжа очень мягкая. Ну, сами знаете, кашемир. Нежнейшее полотно получается. Вот этот, видимо, яркий. Ну, довяжи. Рукава короткие. Мама, довяжи. Вот. И я нашла. У меня завалялся моточек. Вот этот вот. Это знаете что? Это Атфанти. Тоже меринос. Монголия. Вот. Монголия тройка. Вспомнила. По-моему, тоже меринос с яком. Но он пожил по грубее, чем вот Атланга. Меринос с яком. Ну, не настолько, чтобы колючим быть. Вот. Я подобрала. И вот я довязала рукава. Надвязала. Я думаю, что можно носить с такими рукавами. Как вы считаете? Ничего страшного уже не будет. Неплохо выглядит. В общем, он ему как раз встал. В теле, конечно, раньше он ему был свободный. Сейчас такую облипочку, пока до ласка. Вот. Ну, вот, помосит еще эту зиму. Вместе с этим тоже свитером. Яркий, да, свитерок? Красивая пряжа. Вот. Это что касается младшего моего ребенка. Далее. У меня есть вот такой недовяз. Это пух норки. Покупала я два моточка на Балберис. Мне не хватило. Вот жду третий. Лавандовый оттенок. Это шапочка будет. Вот не хватило вот столько довязать макушку. Сколько, сколько, шесть нитей вязала. Смотрите, два мотка, это четыре нити. И два мотка, вот такой вот, стрейчевые ниточки. Кто знает, кто вязал из пуха норки, он знает. Там есть такая добавочная нить. Она пружинит немножко. Тоненькая. Итого, шесть нитей в работе. Теплая шапочка на зиму. Мои дочери. Ей 10 лет. Набирала я 76 петель. На спице пятерка. И так вязала по кругу резинкой. Два раза. Будет заворачиваться, подворачиваться. Так вот. Теплая будет. Норка хорошая. Я дочери уже вязала из этой пряжи шапку. Когда-то давно-давно. Такая с ментово-мятаной оттенок была. Хорошо она поносила зиму. Продуваться не будет. Жду моточек. И довяжу эту шапочку. Ну и далее. И сейчас я вяжу старшему сыну свитер. Из вот этой вот пряжи. Это пух яка. Это светло-коричневый оттенок. Есть потемнее у них на сайте. Монгольский як. Пух мороз. Стопроцентный пух монгольского яка. 50 грамм. 200 метров. У меня упаковка есть. Я думаю, что на свитер уйдет... Я думаю, что на свитер уйдет 5 мотков. Потому что мне нужно довязать только рукав осталось. Тоже такой с горлом, обычный свитер. Ничего такого сложного. Нет. Реглам сверху. Вот хочу сказать по поводу пряжи. Вот этой вот. Кто будет вязать из нее свитер, допустим, с горлом, да? Набирайте поменьше петель, чем вы набираете обычно для горла. Потому что пряжа чуть-чуть, ну как растягивается после стирки. Немножко, не как меринос. Но вот в прошлый раз я вязала ему, ну, сыну своему старшему, свитерок подобный этому. И после стирки горло стало широким. Ему. Вот. Пришлось резиночку здесь вставлять. Чтобы подсобрать немножко. Не особо выполняла функцию свою. Здесь вот мне хотелось, чтобы все-таки в облипку было. Шея была в тепле и не продувалась. Этот раз я набрала мало петель. Такой он узкий получился. Ну, мы примеряли ему как раз. Постирается чуть пошире станет немножечко. И, в принципе, я довольна. Функцию воротничок будет свою выполнять. Далее, что касаемо колкости. У меня был вопрос. Можно ли вязать детям? Можно вязать детям, если это будет жилет. Или вот такого плана свитер. Который будет носиться на нательное белье. Либо на майку, футболку. Желательно носить на водолазку, может быть. Даже. Ну, колковатая пряжа. Не кашемир. Конечно, не меринос. Но не дирюга. Ну, ребенку надо будет поддевать что-то вниз. Но мой ребенок будет носить нательное белье. Под этим свитером надевать. Это для таких прохладных дней. Они у нас в Калининграде тоже бывают. Промозглые, влажные. Сырая влажная погода. Повышенная влажность. Особенно январь-февраль у нас холодные. Не сказал, чтобы были морозы дикие. Но вот влажность все-таки повышенная. Она дает о себе знать. И холодно зимой. Светырок такой вяжу. В руках один готов. И низ. Пожалуйста. Из этой пряжи хорошими получаются перчатки, варежки. Я вязала детям что-то наподобие штанишек. У меня было, когда младшему ребенку 6 месяцев, я вязала ему комашки. Штанишки такие, знаете. На колготки, правда, тоже надевать нужно было. Но очень теплые, не колючие. Ребенок 6 месяцев. У меня их носил. И не жаловался, не плакал. И советую эту пряжу. Советую. Она стоит своих денег. И мне любовь большая к этой пряже. Он у меня не переводится. Не заканчивается. По возможности я его докупаю. И буду докупать. Так же, как и кашемир. Но эта пряжа стоит своих денег, я повторю. Вам понравится. Кто понимает в этом. Ценитель пряжи. Кто такой вот особенный. Ну, если есть, конечно, возможность, приобретайте. Не пожалеете. Это свитер. Какой? Третий я вам показываю. И сейчас я вам покажу еще кофточку. Вот. Здесь такой вот пряжа. Она была связана. Классно. Я буду еще работать с такой пряжей. Я буду еще покупать. Ну, точки такие. Мягкая-мягкая пряжа. Нежная-нежная. Вот. Это Ангурасофт. Да? Видим. 25 грамм. 125 метров. Цвет. Так. Что там еще написано? Ага. Вот. 72,48. И, и, и. 50 процентов ангора. 20 процентов меринос. И там было 30 процентов полиамид. У меня было 12 мотков. Я истратила 10. Связала себе кофточку. Ах, как пряжа. Нашел 48 размер. Видите, веду на 48 размер. Вам понадобится 10. Ну, я бы сказала, даже 9. Ну, 10 приобретите. Если захотите связать подобное изделие. 10 мотков. По 25 грамм. Вот такая кофтюха у меня получилась. Это что у меня? Спинка перед. Это сперед. Цвет яркий здесь на экране. Но это, знаете, какой-то ракот. Больше кирпичный оттенок. Здесь даже красный, мне кажется, показывает. Ну, посмотрим, как будет выглядеть. Уфточка. Когда буду монтировать видео, посмотрю. Потому что у меня, знаете, как... Когда снимаю, я вижу одну картинку. Когда начинаю монтировать, у меня цвета немножко другие. Смотрите, это изделие я вязала на спицах. 2-2,5. Начинала сверху вниз. Такие простые косы. Обыкновенный реглан. И, ах, нежная пряжа. У меня есть зеленые брюки. Для них я вязала. Но вязала давно, еще прошлой весной. По-моему, да. Режисс ждет холодов. Ничего особенного, но плохая. Мягкая-мягкая. Уже стирала, пряжа не линяет. Такое изделие у меня получилось. Ну, наверное, все на сегодня. Дальше, в следующих видео я буду показывать другие изделия. Которые у меня появились за время моего отсутствия на канале. Увидимся в следующем видео. Пока.